Всех приветствую, друзья! На связи Пентагон, наконец-то 4 сентября. Сегодня я наконец-то женился, провел свое 30-летие и готов рвать и метать этот рынок так же, как это было всегда. Собственно, для того, чтобы поддержать меня, лайк, коммент, подписка прямо сейчас перед этим видео поможет, скажем так, создать виральности нашему обзору. Возвращаюсь с ежедневными Пентагон Дейли, с обзорами рынка, а также, друзья, на этой неделе 2 новых крупных видоса, 2 новые рубрики. Во-первых, я реанимирую Пентавью, старый свой формат интервьюшек с интересными личностями из рынка криптовалют. И второй будет кукинг-шоу с моей уже супругой Кариной. Это будет продукт для новичков, в том числе сможете с уверенностью показать это видео вашим родителям. Интересные блюда, а самое главное, прикольная аналитика. Перейдем к рынку, что же происходило за все это время, пока мы с вами находились на заслуженном отдыхе. Во-первых, хочу поздравить всех с открытыми, с хорошими, с закрытыми, вернее, позициями по вангу и по шарту. Мы полностью забрали вот это вот все текущее движение. И давайте сразу перейдем, что же у нас сейчас происходит. То есть я, в принципе, понимаю, что мы с вами этим вот движением пробили и проретестили там текущий тренд. И сейчас, в случае, если мы пробиваем вот этот вот уровень поддержки, собственно говоря, этот уровень поддержки вплоть до 24 800, то в таком случае увидим с вами пробой. Пробой к дальнейшему уровню впоследствии 22 000. Давайте немножечко распишу вообще, что я вижу со стороны технического анализа. То есть давайте прям базовый ТА обучаемся совместно с Пентагоном. У нас есть типичный пятилуновик, который, собственно говоря, мы выбили и сейчас проретестили пробитый тренд. Причем мы проретестили три очень важные точки. Во-первых, ни для кого не секрет, что падающая проекция – это есть сигнал к развороту рынка. И самое главное – сигнал к возможному развороту этого самого тренда. У нас с вами есть проекция. И, собственно говоря, вот она сигнализировала о том, что этот тренд у нас изменится. Тренд пробился. И для того, чтобы, скажем так, иметь необходимые зоны пробоя, необходимо пробивать вот эту самую точку для того, чтобы увидеть дальнейшую коррекцию по каналу. Я предполагаю, что мы с вами вновь переходим в несколько локальный медвежий рынок. И в случае, если нас закрепят под уровнем 26800, вот под этим вот уровнем, да, вот под уровнем сопротивления, собственно говоря, единственный раз мы этот уровень проретестили, и вторым вот этим ретестом проретестили три уровня. Во-первых, первый основной тренд, да, то есть пробой и ретест тренда, формирует паттерн и голова, и плечи. И, ну вот, если мы рассматриваем конкретно данный промежуток участка, да, то это очень похоже на как раз-таки вот головы и плечи с пробоем и ретестом с дальнейшим трендом вниз. То есть в случае, если мы не сможем закрепиться на уровне плеча, да, то есть на уровне шеи, то впоследствии жду как раз-таки следующий пробой. Следующий пробой, на мой взгляд, будет к уровню 22 тысяч, и вот как раз-таки здесь для меня будет определяющая зона. Потому что если мы смотрим как раз-таки FIBA уровень, то традиционный отскок по уровням FIBA мы обычно предполагаем с трех разных уровней. Давайте на примере предыдущего FIBA вам сейчас буду показывать. Естественно, у нас есть вот здесь вот коррекция 0.382, но я все-таки буду учитывать, что вот это все сквиз, да, сквизовое значение. Затем глубина проекции увеличивается у нас от этой части, да, где у нас уже ретест происходит на уровне 0.5 по FIBA. И, соответственно, самый последний уровень FIBA у нас был пробит и проретестен. Соответственно, сейчас, если брать полностью уровень FIBA текущего движения от начала января 2023 года, то в таком случае мы сейчас находимся на уровне 0.382. И дальнейший его пробой как раз-таки приведет к двум очень важным отметкам. Первая отметка — это уровень 24 тысячи. Как раз-таки это ретест зоны 0.5. И, естественно, следующая зона, которую мы ждем снизу, это зона 0.618. Это 22 тысячи триста. То есть для меня интересен вот этот ордер-блок в качестве накопления каких-то, наверное, своих новых спотовых позиций. Моя спотовая позиция по 26.200 вышла без убыток. Мы забрали часть движения до 27.990. И остаток пока закрылся без убыток. Собственно, в случае, если мы обратно заберемся выше уровня 26.500-26.700, я буду откупать спот по рынку. Моя средняя сейчас, тянущаяся там от 18 тысяч, в среднем создаст именно вот эту среднюю в районе 22-24 тысяч, что в целом для меня будет вполне устраивающим. Естественно, если этот уровень также будет пробит, именно уровень вот этого 24-22 тысячи, то впоследствии, естественно, мы увидим возможное обновление следующего лоя. Это уровень 18 тысяч, и впоследствии, конечно же, не хотелось бы к этому возвращаться. Но, друзья, я учитываю факт того, что мы можем увидеть какую-то глобальную коррекцию. У нас трендовая линия глобальная находится на 12 тысячах, и я не исключаю того момента, что эти 12 тысяч мы перед халвингом еще можем увидеть. На самом деле, новостей именно со стороны FAD очень много. Например, тоже отложение ETF-ов, все-таки проблемы с Binance, да, то есть сегодня вот буквально минут 15 назад вышла инфа, что их продукт-менеджер, главный продукт-менеджер по того отставку ушел, ну, то бишь, это уже топ-менеджмент биржи, и он либо увольняется, либо уходит сам. Для меня это очень сильный сигнал на рынок, именно сигнал по BNB. И как раз-таки вот в отношении BNB мы к нему еще вернемся. Собственно, в случае, если BNB соскамится, либо Binance, я имею в виду соскамится, либо BNB, либо проекты, связанные с Binance, это как раз-таки позволит увидеть вот этот флэш-крэш, после которого желательно было бы откупать в долгосрок, естественно, биток. Биток, только биток, друзья. Я не собираюсь откупать большое количество альтов, возможно, это будут какие-то топ-5, но пока, пока, естественно, мы работаем только с битком, и вот я подключился немножечко на BNB, пока у них есть проблемы. Я сейчас вам покажу свои текущие позиции. У меня небольшой шорт открыт по 26.20, 4 битка вместо 6, и открыто 300 BNB по 215. Соответственно, эти две позиции для меня сейчас пока основные, и я подумаю о том, вернее, я их буду закрывать в случае только, если мы выйдем выше 26.500. То есть пока мы находимся ниже 26.000, для меня это хороший шорт. Я в целом вижу, что мы пробили вот этот уровень сопротивления, горизонтального сопротивления, да, то есть и самое главное, вот здесь вот небольшое трендовое тоже, мы его тоже пробили. Поэтому допускаю, допускаю тот факт, что мы дальше можем пойти вниз. То есть сейчас мой план будет, наверное, строиться от такого сценария. В случае, если нас закрепляют ниже 26.600, ну то есть в рамках какой-то, в рамках какого-то сквиза я допускаю вот такого вот выноса быстрого, да, на локальное еще правое плечо, либо на возможное проторговку и касание там через флэт к концу месяца, да, то есть там больше к середине месяца, наверное, там 12-15 числа, либо нас уже там в текущую отправят ниже 25, и в случае пробоя вот именно 24.900, 25.000 увидим как раз-таки вот этот поход. Если мы говорим про типичный пятиволновик Элиота, который, скажем так, мы видели сейчас на всем восходящем движении, я сюда, в принципе, могу подставить коррекцию А, Б, С, должна в моем представлении пробить предыдущую границу поддержки, эта граница поддержки находится 22-24 тысячи, и протестировать следующий вот этот вот уровень. Для меня этот уровень как раз-таки будет касанием уровня 0.618 по FIBA. В принципе, здесь интересно было бы уже подкупить какие-то позиции, то есть спот хотелось бы откупить здесь, то есть жду какое-то вот такое вот движение, возможно, с быстрым отскоком. Было бы очень круто, если бы все это сопроводилось большим дивером на дневке, на трех днях, да и, в принципе, хотелось бы увидеть какой-то разворотный сетап. Поэтому пока мой шорт, он находится на самом деле не в самом удобном месте. Шорт от 28 тысяч я полностью закрыл по 25.600, и, в принципе-то, сейчас вот как раз-таки не стал брать этот лонг от 25.600. Ну, была попытка лонга, сократил позу потом в безубыток, вернее, в небольшой убыток, там, 500 баксов, и, собственно говоря, нахожусь пока вот от 26 тысяч в шорте. Также все-таки я бы хотел вам показать один очень важный фрактал. Вот он. Два фрактала, которые я вам показывал, когда мы, собственно говоря, пришли к уровню 28 тысяч, и мы сейчас по обоим этим фракталам должны сквизануть как раз-таки к уровню 23. Но мне нравится вот другой фрактал, если я его сейчас найду. Вот он, вот, собственно говоря, этот фрактал. И для меня этот фрактал является достаточно четким, то есть его совпадение больше 80%, для меня это, в принципе, достаточно. То есть есть предыдущее восходящее движение, есть падение, есть ретест. Вот он, этот ретест пробитого тренда. Здесь мы формировали двойную вершину, здесь этой двойной вершины нету. Ну и как бы, вот если даже вот так вот сделать, вот так вот, то впоследствии мы как раз-таки должны упасть в эту зону 22-24, от которой, собственно говоря, я бы попробовал влангануть. То есть мой интерес все-таки вот эта зона 22-24 впоследствии с каким-то отскоком. Что будет в конце 23-го года, мне пока неизвестно, но есть такое предположение, что после проторговки в этой зоне мы увидим еще одно падение в сторону 18 тысяч, и как раз-таки январь-февраль 2014 года будет новым буллраном. И как раз тренд близок, там 12-тысячный, и увидим некоторую такую вот проторговку. То есть давайте подытожим. Для меня сейчас важно, для меня сейчас важно увидеть действительно поход дальше вниз. Если посмотреть на локальные все-таки паттерны, на 15-минутном таймфрейме у нас есть дивергенция, у нас есть дивергенция на часовом таймфрейме, и она достаточно сильная, да, то есть вот здесь вот есть очевид, по линейному графику его тоже видно. И эта вся структура для меня напоминает некий такой медвежий флаг. Собственно говоря, медвежьим флагом является отработка движения от этого, от, грубо говоря, от пролива. И, соответственно, вот этот вот пролив для меня и будет основополагающим как раз-таки поход 24 тысячи, 5-процентное падение по рынку. И самое главное, что это же падение по рынку в целом усваивается в мой ретест от поддержки тренда на уровне 25700. И как раз-таки вот сюда отметка 24 тысячи была бы очень интересна для вот этого похода и для формирования того самого крупной дивергенции. Естественно, неделька, месяц выглядят достаточно плохо. Если мы подкроем недельку, то вы увидите огромный вот этот вот додж. И самое главное в этом додже, что тело закрылось ниже предыдущего. Тем самым вам сигнализирует о том, что тренд все-таки нисходящий. И единственное, что мы можем получить в рамках этой недели, бычьего, да, это полное поглощение предыдущей свечи, во что пока я сильно сомневаюсь. Сентябрь тоже закрылся не очень хорошо. У нас есть наподобие что-то здесь PPR. И как раз-таки единственная возможность возврата обратно в тренд, это возврат выше уровня 27-28 тысяч. Собственно, эфир также выглядит не очень хорошо. И если смотреть дневной таймфрейм, в принципе, тот же самый сквиз, причем не только вот основного тренда, да, вот здесь вот, но и также горизонтального уровня. Что касательно битка, я вам все-таки хочу еще раз показать, хочу вам показать три уровня, три уровня ретеста. Собственно, первый ретест, это ретест трендовый. Второй ретест, это ретест вот этого сопротивления. И третий горизонтальный ретест, ретест правого плеча. Ну, вот можем его сделать вот так. То есть для меня эта точка была точкой трех ретестов, после которого, в принципе, конечно, хочется увидеть дальнейший поход вниз. Соответственно, этот поход вниз для меня будет идеальным в районе 22-24. Ну, и теперь на закуску я бы хотел посмотреть с вами за BNB. А самое главное, хотел бы вам все-таки показать очень один интересный фрактал, который я показывал, по-моему, пару месяцев назад, но хотелось бы о нем напомнить. Вот это, вот этот вот график, это график FTT токена. То есть это график токена биржи FTX. И, как вы можете заметить, его совпадение с текущим графиком BNB достаточно серьезное. Как раз-таки вот в ноябре 22-го года произошел там, ну, может быть, я, конечно, уже ошибаюсь, но вот в плане я имею в виду, что произошел небольшой уход как раз-таки с FTX на Binance. Но в целом, друзья, вот что я хочу отметить, это именно вот этот уровень у FTT токена. То есть у FTT токена этот был уровень треугольника с плоским дном. Да, то есть это треугольник с плоским дном, который так или иначе был пробит с нижней границы на формировании крупного фада в отношении биржи. Что мы видим здесь? Мы видим на самом-то деле похожую структуру. Похожую структуру. Здесь есть такой же треугольник с плоским дном. Естественно, его проторговка может быть несколько выше, несколько дольше, но в целом она также пробивается к уровню 42 долларов. То есть следующая глобальная поддержка у BNB – это вот 120. И в случае пробоя 120, естественно, это предыдущая проторговка 35 баксов. Собственно, если сопоставлять это с битком, то для битка этот был уровень 15 тысяч, это предыдущая, вот 20-15 тысяч, это была предыдущая крупная поддержка, то есть предыдущий хай. И было бы очень душесмачно, как говорится, увидеть пролив до уровня 48, до уровня 5-10. И впоследствии, естественно, в таком случае у Binance будут проблемы, и на этом может и вызваться вот этот вот Global Flash Crash вплоть до уровня 22 тысяч. Если мы вспомним падение FTX, то это как раз-таки вот это вот падение на битке. И давайте тогда мы его сейчас фрактализируем. То есть вот это падение FTX было. Вот это дамп, падение с 21 до 15 тысяч. И, соответственно, я могу взять фрактал данного движения и попробовать его натянуть на текущее движение, в том числе. Забираем и вот сюда вот так вот вставляем. Соответственно, вот оно примерно то же самое похожее движение, и как раз-таки уровень 23 тысячи, 24 тысячи. Вот, то есть проторговка, вынос и выход к нижней границе. Соответственно, как раз уровень 22-24 тысячи мы также бьем. Поэтому, друзья, я вам сейчас подытожу свой план. В случае, если мы сохраним свое движение под 26 600, 26 700, то тогда действительно будет уместно держать свои шорт-позиции и дождаться цели там 22-24. В случае, если цена выйдет выше 26 600 и закрепится там, я тогда подумаю о спотовой покупке и, возможно, на каком-нибудь сетапе зайду на фьючи. Но в случае подтверждения плохих новостей у Binance, Binance станет катализатором в том числе, ну и подвезут большое количество фада под эту историю. Также не очень хорошо выглядит СИПКа. У СИПКи есть зона пробоя и ретеста тренда. И как раз-таки... Так, давайте я здесь уберу, чтобы показать вам, где же конкретно пробой и ретест находятся. Так, у нас два тренда по СИПКе. Первый тренд, естественно, здесь. А второй тренд вот мы пробили и ретестим. Соответственно, на СИПКе есть паттерн голова и плечи. Голова и плечи уходят к ближайшему уровню поддержки. Этот уровень поддержки находится на отметке как раз-таки 4.100. Движение данное, оно 5-6%. Биток 10-15. Всегда все измеримо. Поэтому пока для меня все в шорте. Естественно, в случае ухода обратно, мы с вами будем искать новый сетап уже завтра. Целую ваши мозги. Как говорится, на связи был Пентагон. Берегите свои депозиты. Like, comment, репост. Как говорится, так и говорится. До завтра, друзья.